Итак, по Такмади. Я много раз уже говорил, еще в июне прошлого года, когда даже власти публично не объявили, я написал пост, что у них есть такие намерения пытками добиться от Такмади, чтобы он рассказал историю, придуманную КНБ, а якобы, что поступил заказ от Мухтара Блязова, и вот якобы Такмади этот заказ исполнил и устранил моего младшего партнера Ержана Тачева. Я хотел бы сейчас в этой связи дать комментарий. Такмади, я лично не знаком с ним, глаза его никогда не видел, я увидел его только впервые, его фотографию, в июне прошлого года, когда на фейсбуке разместили его фотографию с Каримом Масимовым, когда они вместе занимались спортом, велосипедисты, по-моему, они там были, вот. И только тогда я впервые его увидел, то есть я вообще с ним не знаком никак, абсолютно. Это обвинение власти сконструировали, потому что, когда я вышел из тюрьмы 9 декабря 2016 года, я сразу объявил, что моя цель – добиться смены режима, организовать политическую борьбу и добиться того, чтобы Назарбаев и его ближайшие сподвижники были посажены в тюрьму. Это вышло во всех крупных изданиях мира, и, конечно, власть, зная меня очень хорошо, что я очень организованный, очень последовательный, и Назарбаев лично меня очень хорошо знает, ну и, скажу откровенно, оценивает меня очень высоко. И это привело к тому, что они перепугались, начали готовить атаку на меня. И, как вы, наверное, многие из вас помнят, когда 16 декабря 2016 года я вышел в прямой эфир, они вообще отключили интернет в стране. И сейчас каждый мой прямой эфир сопровождается полным отключением интернета или ограничением Инстаграма, Фейсбук. То есть это о чем говорит? Что власть в лице Назарбаева, Карима Масимова и других просто панически меня боится. Ну и откровенно скажу, что многие во власти, кто сейчас находится на высших постах, они меня очень близко и лично знают, знают, что меня купить. Невозможно, что я буду вести последовательную борьбу. Они крали мою семью, пытали, много раз конфисковывали мой бизнес, но я все равно очень последовательно продолжаю бороться с этим режимом. И они знают, что ничего меня не остановит. И поэтому у них созрел план попытаться меня дискредитировать. Были экономического плана обвинения, теперь пошли уже криминального характера обвинения. Что на самом деле произошло? Ержан Татчев был большой любителем охоты, и Мурат Хамблт-Токмади был его другом. Но я, к сожалению, об этом только узнал после того, как все это произошло. Для меня вообще имя Токмади вообще ничего не значило, и я с ним никогда не встречался в бизнесе. У него масштаб бизнеса был, скажем, не очень высокий, поэтому я с ним нигде не соприкасался. И вот произошел несчастный случай. Суд принял решение о том, что произошло убийство по неосторожности. Я так и не понял в итоге, кто крайний. Но то, что по неосторожности – это факт. Потом, смотрите, Токмади обладал заводом, обладал деньгами. Но вообще, опять же, многие из вас знают, что человека устранить – это стоит, наверное, максимум 100 тысяч долларов. Любого человека. Поэтому зачем Токмади сидеть в машине? Сзади едет охрана на другой машине. Там сидит младший брат Ержана Ерконтальшев. То есть, впереди охранник, и чтобы на глазах у всех вот так устранить. Ну, это просто несчастный случай. Таких случаев в жизни бывает очень много. Очень много. Вы можете их у своих знакомых спросить в интернете. То есть, сейчас все придумывают какие-то истории, заговор, все прочее. Очевидно, что это просто произошел несчастный случай, который происходит часто на охоте. Вы можете зайти в YouTube, и КТК сняло фильм, притом в тот момент, когда Токмади вообще не было предъявлено обвинения в убийстве. Его обвиняли, что якобы он принудил своего партнера продать ему бизнес по стекольному направлению его партнеру. А фильм они выпустили раньше, готовили общественное мнение, брали подставных свидетелей. Свидетели там видно, что он еле сидит на месте, то есть он избит. Его ночью пришли, этого свидетеля, родственника, вывезли, били, и он там начал рассказывать истории, что якобы Аблязов встречался с Токмадией. Ну, во-первых, я жил в Москве, понятно, что никогда я не встречался и не мог встречаться, причине того, что жил в Москве, во-первых. Во-вторых, ну там же, если посмотрите в YouTube, там Мархан рассказывает историю, а КТК потом дальше приводит свои аргументы, говоря так, что якобы Аблязов, когда возглавил банк, списал кредит 4 миллиона долларов. Я по этому поводу еще в прошлом году выступал и говорил, у нас банк международный аудит регулярно проходил, все кредиты были на месте, никто не списывал. Он его сам погасил, взяв кредит в другом банке. Я сейчас не помню, по-моему, в Альянс банке он взял. Поэтому это очень легко проверить. Баланс банка посмотрел, все погашено было. Раз. Это уже вранье открытое, которое легко проверить. Следователи, к сожалению, у нас тупые. Власть тупая, как я много раз говорю, и они делают тупые такие вещи, которые легко опровергаются. Второе. Они сказали, что вот якобы офшорные компании имела супруга Аблязова, Алмаша Алабаева, и переводила деньги Токмадией. Это тоже ложь, у моей супруги не было никогда офшорной компании, никакие деньги она не переводила. И вот сейчас, когда суд начался, сразу все забыли, все переделано, все звучит теперь совершенно по-другому. Теперь Токмадией говорит, что якобы он получил 4 миллиона долларов, и два он отправил в свой бизнес, два он где-то хранил, несколько лет получил в четвертом году, и только в девятом году куда-то их там на какие-то цели направил. Ну, очевидное, скажем так, вранье. И зачем человеку открыто еще раз все это делать, когда он мог просто заплатить кому-то 100 тысяч долларов и решить эту проблему, если это ему нужно было. Лично мне понятно, это ничего не нужно было. Что вы понимали, Ержан погиб на охоте 19 декабря 2004 года. Я возглавил банк через полгода, 20 мая 2005 года. Власти так пишут, что вот там сразу после того гибели Ержана возглавил Мухтар Аблязов. Вы все должны знать, банк Тураналем купил я, как главный акционер. Ержан Тачев пришел ко мне на работу, закончив институт. Он пришел ко мне в 91 году, он закончил в Москве институт. Моя сестра и его жена были знакомы, учились вместе в Москве. И она привела его к нам в гости, мы познакомились, я его пригласил к себе на работу. Поэтому пусть никто не выдумывает, что Ержан там был владельцем банка, а Мухтар там сбоку откуда-то подскочил. Более того, я был главным акционером, я был организовывал консорциум казахстанских так называемых инвесторов в 98 году в марте. Я нашел деньги, я назначил его председателем управления банка. Фактически я был основным владельцем всего бизнеса. И мои были младшие партнеры, в частности Ержан Тачев и Нурлан Смогулов, сейчас который построил мега-центры, владелец Астана Моторс и так далее, известный бизнесмен. Ну были еще у нас там два партнера. Но вот нас трое было основных, я был главный акционер во всем бизнесе, который существовал в Казахстане. Здесь вот спрашивают документально, как можно подтвердить. Ну как документально подтвердить? Там, значит, ну во-первых, я находил, жил в Москве, в Казахстан я не приезжал. И они даже не смогут назвать место, где как встречались. Ну представьте себе, что как они называют Мурадхан, глава криминальной группы, депутатский корпус он назывался. Тут неожиданно где-то в каком-то кафе подсаживается Мухтар Аблязов, начинает его запугивать. И он, боясь за членов семьи, это кто боится? Глава ОПГ, который там якобы стрелял людей. Тут подошел Мухтар Аблязов, который был в Апале, жил в Москве, преследовался властями. Бизнес я в Казахстане не развал, потому что они мне не давали делать, работать мне не давали. И тут, кажется, я прилетаю из Москвы незаметно, узнаю, где он сидит в кафе, его запугиваю. Вы можете себе представить, бандита, главу ОПГ, тут сбоку какой-то преследуемый властями Мухтар Аблязов запугал. Вы сами вдумайтесь. Третье, какие документы? Вот посмотрите фильм КТК, они говорят, что кредит якобы был погашен, мной, списан. Это можно открыть баланс банка, он публичный, и увидеть, что ничего, никакого списания не было. Первое. Они говорят, что якобы моя жена переводила деньги, ну пусть покажет. Они же не показывают, просто там картинки показывают всякие, пусть документы покажут, подпись покажут, нет у них ничего. Тут опять мне задают вопрос, вы можете проверить и выложить фото по поводу банков и счета в Кагмаде. Я не могу, это же доступ, я не имею, это или его личные счета, как я могу зайти в его личные счета. Есть следственные органы, вот они его счета пусть покажут, скажут, вот Мухтар Аблязов дал ему деньги, такого-то числа. Пусть они докажут. А так просто слова, вот он мне дал, там чего-то. Какие документы еще? У них документы простые, кредит никто ему не списывал. Это было невозможно сделать. Это, я говорю, международный банк. Вот, и у них нет ни совместных фото, ни совместных встреч, вообще просто ничего нет. Просто это слова, которые выбиты из-под пыток. Теперь, что касается жены Токмади, Джамиля, я сейчас хочу отдельно покомментировать. Значит, жена Токмади бежала из Казахстана, она живет за рубежом, ее угрожали посадить. Токмади требовали, чтобы Токмади признался в несуществующих преступлениях, пообещали ее арестовать, и она успела убежать из страны. Она сейчас живет в Европе, она делала много заявлений о том, что ее мужа пытают, избивают, принуждают давать показания на преступления, которые он никогда не совершал. Вот, собственно, я на этом хочу завершить дело по Токмади. Давайте перейдем уже к ответам на другие вопросы. Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения «Демократический выбор Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в демократический выбор Казахстана. Подпишитесь на мой канал «Демократический выбор Казахстана».